Итак, друзья, здравствуйте. Сегодня хотел пройтись именно по поэш-соу. Просто посмотреть, какие возможности нам дает Морозинка Бест. Какие дает Скидки. Ну что я, в этом случае, для себя хочу подобрать. Что для себя уже меня подобрал. Ну и давайте быстренько просто пройдемся, буквально 5 минут, пройдемся. Может быть, даже и не слышно, да? Друзья, творческий беспорядок никто не отменял. Я тут еще причем обедаю. Ну, наверное, вы все видите это. Хотя, я не знаю, может быть и не все. Итак, друзья, еще раз показываю. Значит, заходим, видим на главной странице пора на маевку. Специальные цены только для российской версии сайта. Друзья, что мы здесь можем увидеть? Здесь мы можем увидеть скидки. Но не обольщайтесь. Скидки не такие большие, как хотелось бы нам. Или, допустим, скидки не такие большие, как в Черную пятницу, допустим, в Америке или где-то там в других странах. К сожалению, нет. Здесь скидки не такие большие. 10-15, там 3% может быть, может быть 25. На какие-то дешевые товары может быть и 40, и 50%. Так, в принципе, устроен весь рынок. Итак, друзья, давайте попробую установить более… Нет, наверное, не получится. А может и получится. Вот. Начинаем. Значит, ну что, флешсейл – это как бы время скидок, наверное. Или если мы сейчас возьмем и просто наберем… I'm sorry. Ну, грубо говоря, сами берите и вводите, что такое флешсейл. На мой взгляд, это быстрые покупки или там через скидки и все такое. Значит, ну что мы видим? Вот это вот интересная бутылочка для лекарств, которая, в принципе, она на самом деле ничем не интересная, потому что в моем случае лекарства я с собой ношу непосредственно в заводской упаковке. Просто плоские стикеры в карман положил, они никому не мешают и намного меньше места занимают, нежели вот такая байда в часах, в ключах, прошу прощения. Телефончик. Ну, телефончик, даже я не знаю, что здесь у нас. В общем, смартфоны. Тоже смотрим. Вот была цена, допустим, 17747 рублей. Redmi 4X на 4G смартфон, да? Такого плана стал 6900. То есть, ребята, это практически больше, чем на 50% скидка. Здесь тоже. Ну, я так полагаю, что скидка… Извините. Кстати, я, правда, не видел, по-моему, Мишка Mimix стоил там не 100-3000. Это уже там какие-то они подходят на нас, пытаются на нас смотреть. Сначала увеличивают цены, потом делают скидку там в 10 раз. В общем, хренатень собачья. Я смартфоны не смотрю. Я пользуюсь своим смартфоном, который… Смартфон у меня тоже, кстати, Мишный Xiaomi. Вот, Redmi 4 на 16 гигабайт встроен на этой оперативке. В общем, такая хренатень. Значит, ну, в принципе, если так посмотреть, ну, вот смартфон у нас какой-то… Ну, поделка, конечно. За 3000 можно что-то взять, там, ребенку взять какой-то там смартфон. По большому счету можно и за 6905, то есть за 7000 взять Redmi 4X и посмотреть просто, что это за смартфон, как он выглядит. Вот, ну, я не особо, как бы, фанатею от именно такого смартфона, потому что у меня смартфон покруче будет. Вот. Ну, что за нахрен, ребята? Ну, я вот хотел уйти, блин. Одну секунду. Вот, хотел просто уйти, как бы, от всей этой ситуации. Меня там видно или меня не видно? Я просто тоже сейчас пока, сейчас посмотрю. Да, меня вроде как видно, все хорошо. Вот. Значит, эта хренатень, вот эта хренатень мобильная, меня лично мало интересует вообще. Мало интересует. То, что касается всяких хмишных, сяомишных каких-то там изделий, это, конечно, классно. Хорошо. Я вот себе подсматриваю вот такую штуку. Little Color. Это зарядное устройство, которое вот с показателями в процентах непосредственно уровня зарядки, плюс другими функциями. Значит, ну, я рассматриваю себе за 300 с чем-то рублей, вы сейчас видели на моей страничке, плюс рассматриваю под 2 слота, то есть под 2 батарейки. Различного типа можно ставить, насколько я понимаю, и для меня это очень удобно. Также, опять же, можно купить всякие, всяческие наушники. Опять же, по скидкам, допустим, было 2,5. Но, ребята, я никогда не видел такую цену 2511 рублей за вот эти вот Mi 4 гибридные наушники. Ну, никогда не видел. Обычно была цена, ну, полторы там, хотя, может быть, сейчас что-то там новое они сделали. Ну, короче, их можно купить за 934 рубля. То есть скидка немеренная, там, в 3 раза, там, в 2 раза точно. То есть тоже больше 50%. Следующие, ну, немножко меньше. Я, в принципе, на них вообще не смотрю. Мне они малоинтересны, вот, наушники. Ну, кому интересны, конечно же, пользуясь случаем, ребятки, остался там 1-2 дня, можно, конечно, взять и приобрести, купить. Дальше. Это больше тема под меня. То есть какие-то часы, смарт-браслеты. Я люблю, я сам ношу, вон, здесь Mi Band 2, здесь X9. Собственно говоря, я вот недавно просматривал, здесь были представлены эти часы, но в данный момент почему-то я их не вижу. Наверное, просто меняется основная вот эта страница. Это же у нас Flash Sale, да? Да, Flash Sale, все верно. Вот, получается, то же самое Mi Band 2, которые, ну, они никогда не будут стоить 4 тысячи 56. Они от силы могут стоить там 2 тысячи. Вот, и то это в России, не в Китае. Я не знаю, что это за хренатень. Может быть, это, ну, специально такая фишка. То есть их можно даже купить еще больше, более, ну, ближе, господи, дешевле, чем написано здесь. Даже в России можно купить их за 1268, как стоит здесь цена. То есть это неинтересно. Это вообще неинтересно. Так, что у нас дальше? Товары для дома. Ну, честно говоря, я не знаю, нафига нужна вот эта вот какая-то хрена-хрень там. Не знаю. Что интересно здесь? Интересно здесь только вот эта штука USB-переходника от старейшего какого-то старого USB на современный USB. Сказал не от себя, типа, цитата. Вот, всякие вот эти мышки. Ну, понравится детям. Вот, смотрите, 138 рублей мышка. Ну, прикольно смотрится, светится ночью. Офигенно. Клава, ну, я не знаю, кому понравится такая клава, игровая, не игровая. Здесь тоже клава, она подсвечивается. Ну, извините, за 2500. Как-то это лично для меня дороговато. Для машины, у кого есть машина, вот смотрите, вот эту штуку я себе как бы заказывал. Потом пришел пацан, посмотрел, что это за штуковина. Он, у меня машина 2007 года, Opel Vectra C. Такой классный автомобиль, длинный, там, солидный, все такое. Я в него сажусь, вытаскиваю прикуриватель старый, вставляю себя в мишный прикуриватель. Оп! А он не подходит, он болтается там, он не работает. Что с ним делать? Поэтому я себе взял другой. То есть, к чему я говорю, ребята? У каждого своя машина, у каждого свой прикуриватель. Наверное, этот автомобильное зарядное устройство, оно как бы подходит для автомобилей позже 2011 года. Но для моего 2007 года, короче, не подошло. Он болтался, как ручка, ну, не буду материться там. Да, ну, как понятно, как что в стакане болталось, в общем. Поэтому я не знаю, если вы берете такие вещи, ну, ребята, надо уже понимать, какой там разъем, какой диаметр разъема, какие там пазы и всякая другая хренотень. То есть, думайте, смотрите. Естественно, можно как бы переходить вот из этой вкладки непосредственно в то, что по центру. Можно переходить и сюда. Это тоже как бы Flash Sale, наверное. Посмотрим сейчас. Быстренько разберемся. Что мне интересно, это 3D принтер. Ну, ребята, ну, блин, дорого. 10 тысяч давать за 3D принтер. Хотя я не знаю, что там можно. Вот какие-то вулкан там или розочка у него. Дальномер на 40 метров, ну, тоже как-то, ну, интересно, но 40 метров. В общем, для себя лично я пока не вижу ничего тут особо интересного. Интересные вот эти вещи. Допустим, экшн-камеры мне интересны. Но по ценам, ребята, цены, ну, как бы кусаются. Я понимаю, конечно, что это не так вот, что они, ну, в принципе, хорошая вещь. Она стоит хорошо, должна стоить хорошо. Допустим, но я прекрасно понимаю, что вот эта 4K-камера, вот эта 4K-камера, которая стоит 2,890, она, ну, не может снимать 4K-камеру. Она, в принципе, не может снимать. Она будет снимать, ну, HD какой-нибудь и то без стабилизации. То есть это будет, ну, вам не понравится, будут выкинутые деньги. Вот эта камера и вот эта камера будут выглядеть одинаково абсолютно. Даже вот эта камера, которая написана 4K 30 фпс, можно ее купить, но, ребята, это будет говно. Не надо ничего покупать, пока там, надо покупать Xiaomi 2K. Она снимает приемлемо, она снимает, ну, нормально она снимает, в принципе. Поэтому, кто хочет, может покупать. Я рекомендую лично Xiaomi. Хоть я сам снимаю на профессиональную камеру Nikon, вот, 5-минутные ролики. Но, когда именно для таких вот обзоров, надо будет приобретать, конечно, какую-то камеру поинтереснее. И эта интересная камера, ну, скорее всего, это должна быть, конечно, 2K или 4K, но это уже будет. Или надо какую-нибудь вот именно камеру покупать. Зеркалку или беззеркалку. Не обязательно экшн-камеру. Но экшн-камера, она маленькая, взял ее удобно, там, надел в море, полез, там, по лесу, там, погулял. То есть, эта вещь очень интересная, очень приятная. Плюс, в этих камерах очень важно, чтобы была стабилизация. Если стабилизации нет, какой бы там было 105K, это все до одного места. Рюкзаки. Ну, не знаю. Опять же, бутылка для лекарств. Тоже очки от Xiaomi. Защитные очки. За две штуки. Я не знаю. Может, училка какая-нибудь в мини-юбке, может, ей подойдет, а мне? Мне они ни к чему вообще. Ну, игрухи, это чисто для детей. В общем, давайте еще посмотрим сюда, что у нас здесь. Ну, смартфона нет. А, он, да, это Flash Sale. То есть, он просто вот так вот дублирует полностью все. Товары для дома, часы. То есть, ребятки, конечно, вы сами смотрите, что вам интересно, что вам нравится. Но не обязательно заходить сюда, на эту страницу. Потому что вы можете зайти на самую главную страницу. Ну, не на самую главную. Просто заходите непосредственно сюда. Непосредственно заходите в сам магазин. И идете, допустим, бытовая электроника. И у вас точно так же будут выходить, выпадать здесь Flash Sale. То есть, вы будете видеть, допустим, открываем те же самые Mi Band 2 часы. Здесь они, оригинальная их цена, не как мы видели, 2600 или 4500. А их цена 1375 рублей. Всем видно, да? Мы просто нажимаем, и тут же Flash Sale, который идет по той же самой цене, 1268. То есть, Гербес тоже немножко накалывает нашего друга, нашего брата. По поводу того, что увидел цену, сразу слезы потекли, эти слюни потекли. И все, все бросились в покупку покупать эти Mi Band 2. Нет, ребята, не надо. Нужно с умом подходить к этому вопросу. Что это у нас тут за подведение? Первый раз вижу. В общем, еще сразу хочу сказать по поводу, допустим, Mi Band 2. Часы классные. Я почему ношу вот эти? Потому что X9. Потому что у меня, кстати, кто хочет посмотреть, у меня есть обзор на них. Я разочарован по их техническим характеристикам. Как они действительно измеряют. Но по красоте они мне, конечно же, больше нравятся, нежели Mi Band 2. Только потому что вот эти часы X9, на которые вы можете посмотреть обзор, у меня ниже. Значит, они приятные за счет стекла и за счет металла. Это шикарно, ребята. Это шикарно. Не знаю, видно меня или нет, но вслух, я думаю, что вы меня тоже поймете. Но эти часы Mi Band 2 я ношу именно для того, вернее, потому что они наиболее качественные. То есть у них все измерительные моменты, нюансы, включая шагомер, что там у них еще, калории. Они работают очень хорошо от движения руки. То есть расстояние они показывают, сердцебиение. Все у них гораздо точнее, нежели чем у X9. Поэтому, ребята, все равно выбираем, стараемся выбирать именно подешевле те товары, которые подходят к известным, качественным брендам. Стараемся не брать типа такого. Но, ребята, если для красоты мне очень нравятся эти часы, если по качеству, ну они хорошо показывают исключительно время. Но 1000 рублей отдавать за них, 1200, ну я бы не рекомендовал. Но я уже отдал. Плюс я еще договорился непосредственно с самим магазином. Мне сделали 50% скидку на эти часы. Вот. И я остался доволен. То есть за 500 рублей я могу их взять. За 1000 рублей я бы их никогда не брал. И только в случае я их взял, потому что они должны были показывать давление. Конечно, ну, мое кровяное давление артериальное. Естественно, они их не показали. И, соответственно, я начал жаловаться. В общем, друзья, вот такие дела. Смотрим. Опять же, не обязательно заходим на эту страницу флешсейла. Просто заходим, смотрим, выбираем то, что нравится. Ну и давайте, может быть, подсказывайте мне сделать обзоры на какие товары. Может быть, будет это интересно кому-то. Друзья, спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки обязательно. И на колокольчик тоже подписывайтесь, чтобы не пропускать мои видеообзоры. Друзья, всем спасибо, всем пока, удачи, приятных выходных. Давай.